Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим об антисоветизме, который отравляет нашу жизнь, не позволяет нашему обществу объединиться и не дает стране двигаться вперед. Какие причины этого явления и как с ним бороться? Гости нашей программы. Багдасарян Вардан Эрнестович, эксперт Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования, доктор исторических наук. Вардан Эрнестович, добрый день. Музаев Марат Сасланович, член ЦК КПРФ, заместитель и руководитель Центра политической учебы ЦК КПРФ. Марат Сасланович, добрый день. Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист Евгений Юрьевич, добрый день. И чуть позже к нам присоединится Сергей Станиславович Удальцов, координатор движения Левый фронт. Вардан Эрнестович, с вашего позволения, начнем с вас. В конце прошлого года ученые института социологии РАН провели классификацию российского общества на основе ожиданий и предпочтений людей. И выяснилось, по их по крайней мере версии, что порядка 30% людей хотят спокойной жизни, не имеют никакого образа будущего, ну скажем так, не вовлечены в политику и по большому счету ничего не хотят знать, кроме своего вот некоего такого мерка. Там такие вещи, как справедливость, будущее, сильное государство, это в общем не для них. Причем они утверждают, рановцы, что это в основном поколение тех, кто родился после Горбачевской перестройки. Как вы думаете, что это за явление, насколько оно опасно? Ну знаете, ну что хотите, потребительское общество, его формировали целевым образом. Человек духовно ориентирован, человек интеллектуальный, он для системы капитализма не нужен. Это результат, меня 11 удивляет, 30%, я думаю, больше. Мы проводили опросы среди студенчества, но студенчество, казалось, оно более так пассионарно должно быть, в 21 году. А результаты были такие. Там был вопрос следующий. Если для сохранения суверенитета страны вам следует пойти на ухудшение вашего личного материального положения. Согласитесь ли вы или нет. Где-то 20% сказал, что суверенитет для нас важен, значит, будем бороться за суверенитет при ухудшении материального положения. Где-то столько же нет материального положения, а остальные в зависимости от степени ухудшения. Так суверенитет вроде неплохо, но как бы если это слишком сильно коснется материальной жизни, то к этому не готово. Знаете, если говорить в марксистской, как бы в марксистском методологии, это вот эти потребительские настроения жить в своем мещанском мирке, это не развитость классового сознания. Об этом и Ленин говорил, применительно характеризую к ситуации, как бы, когда первые ленинские работы выходили в этом отношении. Но что я хочу сказать, это, конечно, не приговор всему. Большевиков в начале 1917 года было 25 тысяч, а кто-то говорит даже 10 тысяч. К концу 1917 года их стало 300 тысяч. Но 300 тысяч – это всего порядка 570 миллионов населения населения российской империи. Это 0,2% населения. В этом отношении, как бы, потребительские такие установки – это не приговор для того, что невозможно социальной трансформации. Нужно активное пассионарное ядро. И это, в общем-то, как бы, это ядро даже в таком размере, как 300 тысяч верных ленинцев готовы, в общем-то, способны перевернуть очень многое. Да, но здесь нужна еще и революционная ситуация. Революционная ситуация. Вот как раз, Евгений Юрьевич, насчет революционной ситуации. Сейчас многие эксперты сравнивают ситуацию с кануном 1917 года. Даже такой смем «Первая мировая война» можем повторить. И, действительно, тогда все понимали, что перемены будут, что они нужны. Но сейчас, мне кажется, многие люди после Горбачева просто боятся перемен самого слова «перемены». Но тоже понимают, что большинство патриотов понимают, что они нужны. На ваш взгляд, какого рода могут быть эти перемены? Ведь обращение к советскому опыту нашей власти категорически не приветствуется, а чего-то альтернативного я даже не наблюдаю. Слушайте, но все развивается по законам диалектики. Понимаете, мы марксисты, мы должны исходить из этого. Даже любая случайность, как говорил Маркс, это непознанная закономерность. Потому что происходит, безусловно, количественные изменения. Они, может быть, даже не видны, так сказать, обывателю, простому обывателю. Но вот этот процесс накопления количественных изменений происходит постоянно. И в природе, и в человеческом обществе, да и в любом человеке. Если бы этого не происходило, люди бы не рождались и не умирали. То же самое и здесь. Поэтому исторический процесс, он необратим, он не подвластен влиянию, по большому счету, какой-то группы людей. И все зависит от того, насколько те или иные группы людей, политические, социальные, какие-то иные, способны оценить наступление того или иного процесса и оседлать его. По поводу революционной ситуации. Слушайте, ну, казалось бы, в январе 1917 года была тишь, гладь да божья благодать. Никаких явных признаков революционной ситуации вроде бы не наблюдалось. Хотя шла правительственная чехарда. Не случайно царское правительство времен Первой мировой называли кувырк коллегий. Но мы же понимаем, что вот эта кувырк коллегий, она была связана не только с обострением внутриэлитной борьбы и в царском окружении, и всевозможных финансово-промышленных групп, и политических партий. Я напомню, что летом 1915 года в рамках Государственной Думы создается небезызвестный прогрессивный блок, который начинает раскачивать ситуацию. Ну, вспоминайте знаменитую ноябрьскую речь 2016 года того же Павла Николаевича Милюкова. Но, тем не менее, верховная власть была уверена, что она крепко держит вожжи управления страной. Более того, я напомню, что в начале 2017 года разрабатывались грандиозные планы всеобщего наступления на Германском фронте. Причем первое, пожалуй, начало совместное наступление за весь период войны. Я имею ввиду основных участников фонтанта. И здесь вдруг в феврале бабахнуло. С чем это связано было, да? Ну, вот то же самое и здесь, понимаете? В данной ситуации все будет зависеть от хода СВО, и все будет зависеть от тех политических шагов, которые будет предпринимать власть. Поэтому вот здесь ситуация чрезвычайно сложная, но есть совершенно очевидный запрос общества на то, чтобы власть наконец четко расставила все, я вот это подчеркиваю, все точки над и что мы желаем, каковы сроки, значит, каковы ресурсы и так далее, и так далее. А вот эта вот информационная пропаганда, я другого слова здесь не подберу, в худшем смысле пропаганда, она в людей, к сожалению, не внушает доверие. Поэтому не случайно многие акцентируют внимание на то, что нужно наконец-то создавать какие-то специальные органы по управлению страной, ну, по типу ГКО, условно говоря, в том числе и по информированию населения. Совинформбюро. Совинформбюро. Я об этом говорил еще год назад, но ВОЗ и ныне там. К нам присоединился Сергей Станиславович Дальцов, координатор движения Левый фронт. Сергей Станиславович, добрый день. Добрый день. Итак, Марат Стаславович, вопрос к вам. Вот Владимир Владимирович Путин говорит о сплочении общества, совершенно правильно это делает, но какое вообще может быть сплочение общества без советского периода, который наиболее популярен в нашем народе, наиболее значим, а наш господствующий класс, вот такую формулировку мы выработали вместо элиты. Для них это черное пятно истории. Постоянно, постоянно они стараются как-то его пнуть, плюнуть и в культуре, и по телевидению, и в рекламе даже, и в фильмах, и в чем угодно. Вот возможно ли вырастить молодое поколение, адекватное, без советского периода, без тех ценностей, на которых мы, допустим, росли? Да, очень злободневный, на самом деле, вопрос, потому что вот история, она нас опять завела в такую ситуацию, когда мы вот эту пропорцию можем видеть. На 300 тысяч мобилизованных, сколько уехавших из страны? Вот по разным данным около 600 тысяч испугавших. Если не больше. Если не больше. Да, да. уехавших за кордон, да. И я вот позавчера был в командировке в Ростове-на-Дону, там нет сейчас авиасообщения, и вот добирался железными путями, так скажем, поездом. Я увидел достаточно интересную картину, там очень много военных. Кто-то в увольнение уезжал в отпуск, кто-то наоборот приезжал для того, чтобы пополнить части. У каждого второго, вот не преувеличиваю честно, у каждого второго советская символика. Нашивки с флагом СССР, знаменем победы. И я вот очень долго думал, а что движет вот этими людьми, которые эти нашивки на себя одевают. Ведь им же не командиры приказывают. Генерал Лапин тоже мы видели с красным флагом. Я не думаю, что вот, Евгений Юрьевич прекрасно знает, как скроено современное вот просвещение наше образование. Я не думаю, что они воодушевлены так, после занятий по истории, допустим, да, которые в школах проходят. Но что-то ими движет. Они берут и одевают эти символы. Очень интересно. Поэтому, мне кажется, вот огромнейший иммунитет все-таки у нашего народа на антисоветизм. Советизм. Завоевания октября, они настолько великие, настолько большие, что даже вот сегодня еще не смогли до конца отравить с помощью, в том числе и масс-медиа, молодое поколение, которое, как мы видим, мои ровесники, люди младше меня, они берут и эти знамена для себя выбирают, как такой основной символ. Ну, конечно же, существует сейчас очень большая проблема. Дело в том, что мы заявляем, с одной стороны, о деноцификации, очень серьезно подвергаем там киевский режим и другие режимы, которые фактически занимаются десоветизацией. Это становится государственной идеологией. Но в то же время в нашем доме происходят абсолютно такие же дела в самый разгар специальной военной операции, что перестали улицы городов переименовывать. Да нет, переименовывают. Вот совсем недавно в Тюменской области, в Тобольске некий какой-то общественный совет поднял вопрос о том, чтобы центр города, исторические названия улиц в центре города вернуть им якобы, ну, исторические названия, убрать все советские названия. В Саратове эти постоянные переименования. Очень интересный факт. Когда наши ребята освобождали на Украине село в Донецке, в Донецкой Народной Республике, по-моему, село Сакка и Ванцетти, наши военкоры начали говорить, ну, вот хоть одно село осталось, которое было, значит, не подвергнуто десоветизации. И радовались этому. На следующий же день какой-то совет, значит, в городе Саратове поднял вопрос о переименовании улицы Сакка и Ванцетти, значит, вот в городе. Вот такие вот вещи происходят. Я прошу прощения, мы можем множить эти названия. Здесь просто важно понять, что вот если мы поставили задачу деноцификации, то должны мы прямо себе сами ответить на вопрос. А кто проводил, реально проводил эту деноцификацию? Кто из политических сил единственный реально поднял знамя антифашистской борьбы? Коммунисты. Вот мы вернемся к вашему вопросу. Да, есть пропаганда. Да, антисоветизм. Да, мы уже даже под знак равенства русофобию и антисоветизм поставили. Но все это дело продолжается, не уменьшается. Но есть и обратная сторона этой медали. Вот все это время и левые организации, и во главе с КПРФ, они делали все для того, чтобы это знамя красное, которое сейчас одевают бойцы наши, вот здесь нашивки себе ставят, чтобы его не растоптали. Это работа Евгения Юрьевича. Он что, деньги получает откуда-то большие за свои блоги, за свою общественную работу, для того, чтобы это знамя окончательно не затоптали. Это вот работа всех коллег, которые здесь находятся. И каждый день, каждый час тратят на то, чтобы историческая правда восторжествовала. Я думаю, что большая доля заслуги, что сегодня вот эти знамена ребята вешают, она как раз таки среди, ну, нужно должно отдать. Кстати, об исторических названиях. Ну, давайте тогда вернем исторические названия станции Московского метро, площадь Дзержинского, замечательное, по-моему, название. Сергей Станиславович. Площадь Нагина. Да. Ведь и метро создавалось. Весь центр. Советский период. Совершенно верно. Вот давайте вернем тогда исторические названия. И проспект Маркса обязательно. Проспект Маркса, да. Мы, вот это вот агрессивное потребительство, агрессивное, подчеркиваю, потребительство, оно навязано нам с запада. Вот некий образ жизни. И сейчас с западом нам вроде бы не по пути. А вот это агрессивное потребительство, оно прекрасно себя чувствует. Достаточно посмотреть наши фильмы, наши рекламы, наши опять же СМИ, вот что с этим делать и как вообще объяснить молодым людям, ну что надо как-то там жертвовать собой, надо быть патриотом. В то время, когда идет через фронт, торговля нефтью, газом. Вот сейчас аммиакопровод взорвали. Но, говорит, это тоже не проблема. Такие другие пути найдутся. Ну, мы уже не первый раз здесь говорим, что власть в целом пребывает сегодня в таком коллективном состоянии шизофрении. Раздвоение сознания. Да, это не случайно. Это главная проблема, кстати, нынешнего момента. И от этого зависит, решится проблема это или нет, и в какую сторону. Как будет дальше развиваться спецоперация и чем она закончится. Потому что тут, как в известном выражении, или вы трусы оденьте, пожалуйста, или крестик снимите. Потому что призывать людей сплачиваться, жертвовать, погибать, рисковать. И параллельно, и параллельно люди же видят, как продолжают обогащаться наши олигархи. Это и есть главная проблема нынешнего момента. Потому что российская власть после начала спецоперации находится в состоянии без преувеличения коллективной шизофрении. И абсолютно кругом двойные стандарты. Когда, с одной стороны, действительно призывают совершенно справедливо и обоснованно сплотиться людей. Для Родины, для фронта все отдавать, все делать. Призывают людей рисковать, жертвовать. Да, ситуация сложнейшая. Но параллельно, параллельно, наш крупный бизнес, наша олигархия продолжает торговать с нашим же противником. За прошлый год стало на 22 долларовых миллиардера больше в России, чем до начала спецоперации. Как это может в голове уживаться? Качают туда ресурсы. Через Украину, в Европу, которые, с одной стороны, каждый день поливают последними словами. Ну, это наш противник сегодня. Все понятно. И тут же с ним торгуют. Это во время Великой Отечественной войны. Давайте представим, что тут идут кровопролитные бои. Там, не знаю, Сталинградская битва, Курская битва. И параллельно идут эшелоны или что там идет, как и обозы в Германию, куда там, в Италию, с какими-то товарами, не знаю, с зерном, с другими ресурсами. Слушай, а у наших олигархов были хорошие учителя, американцы. Они, например, через швейцарские банки торговали с нацистской Германией. Вот, вот, вот. Тот же Форд, тот же Буш, Прескот и т.д. и т.п. И нефть шла, и покрышки фордовские и так далее и так далее. Совершенно верно. Ну, если вот брать такие аналогии, то, извините, но мы-то не Соединенные Штаты, которые за океаном и до нас не дотянуться. Тут гибнут люди сегодня. Не только уже на территории новых присоединенных республик, а на территории Белгородской области, Брянской области, уже и в Москву прилетает. Так дальше продолжаться невозможно, о чем, кстати, левопатриотические силы говорят каждый день. Или нужно реальное сплочение, но тогда и сама власть должна поменяться на уровне, в первую очередь, смысла. Надо вот с этим потребительством завязывать. Надо реально олигархов раскулачивать, брать под жесткий контроль, национализировать стратегические отрасли. И тогда все эти ресурсы действительно пойдут для фронта и для победы. И тогда победа будет быстрее. А так, вот если в таком шизофреническом состоянии продолжать, к сожалению, это спецоперации кровопролитные, где гибнут братские народы. Вот что самое страшное? Может продолжаться и 15 месяцев, и 20, и 2 года, и 3 года. Недавно господин Медведев уже написал, этот конфликт на десятилетия. Это, конечно, прекрасная перспектива, но как это все будет сочетаться вот с этим абсолютно чудовищным цинизмом властей? А когда одним все позволено, других начинают сажать за любой репост, за любую фразу в интернете неаккуратную, извините, так бесконечно продолжаться не может. И как раз левопатриотические силы, я считаю, должны, используя грядущие выборы президентские, идти с четкой ясной программой левого поворота, социалистических перемен и ставить вопрос ребром. Или мы меняемся все и побеждаем, или, извините, это просто вредительство, саботаж, и за это надо привлекать к ответственности. Кого привлекать? Тех, кто сегодня в Кремле. Вардан Анатольевич, мы упомянули о большом количестве красных флагов у наших военных, у наших добровольцев. А когда еще задолго до начала спецоперации, в 2014 году, в 2015, там просто было в Донецке и Луганске изобилие красных флагов. И когда началась спецоперация, тоже на танковых колоннах мы увидели эти красные флаги, но потом как-то немножко это прикрутили, что ли. Такое впечатление, что кто-то у нас во власти этих флагов боится. Я даже слышал такое выражение, что события в ДНР и ЛНР это реванш 93-го года, реванш Дома Советов. Может быть, для части нашего господствующего класса и Запад не так стражен, как рост левых настроений? Знаете, если в исторической такой ретроспективе посмотреть, Россия, по оценкам разных экспертов, обладает самыми крупными соевыми ресурсами мира. 22 где-то процента соевых ресурсов, так оценивают эксперты, значит, принадлежит России. И вот в начале 90-х годов когда-то эти богатства, принадлежавшие народу, стали принадлежать очень небольшой группе господствующего класса. Но дальше развитие ситуации оказалось таково. Они-то думали, что этим будут обладать навсегда. Возникли претенденты на это богатство извне. И возникла такая ситуация. Либо эти богатства отберут таких же олигархи, более мощные и более, как бы, значит, мобилизованные и так далее с Запада. Противостоять этому как бы в рамках существующей системы не получится. Ведь надо понимать, что мы ведем борьбу не с украинским режимом, а с коллективным, единственным, с Западом. Противостоять и отстоять свои ресурсы в рамках вот этой вот парадигмы, значит, существующего жизненного уклада невозможно. Выход заключается только в том, в смене модели победить глобальный капитализм. Изнутри капитализма невозможно. Смена модели, переход на социалистические рельсы. Но в таком случае они все равно теряют эти ресурсы, потому что это предполагает отказ от капиталистической модели, национализацию этих богатств и так далее. Они обречены. Либо они потеряют свои ресурсы, их изымет Запад, либо в результате народной экспроприации. В этом отношении, ну так, в общем, они жировали. Они думали, что это навечно и навсегда. Но их исторический финал будет, по-видимому, трагичен. Они, пускай, знаете, что в зеркало посмотрят под названием Украина. Вот на своих коллег, младших, на Украине посмотрят. И увидят там, кстати... Кстати, что интересно, Запад будет к ним гораздо более безжалостным. А наш народ может и простить. Евгений Юрьевич, в России есть люди, которые считают себя патриотами, называют, в грудь себя бьют, но при этом являются злостными, такими радикальными, иногда клиническими антикоммунистами. А вот за последние сто лет... Мы не берем дореволюционный период, когда Советского Союза не было. А за последние сто лет кто из антикоммунистов, оставаясь антикоммунистом, не переходя на нашу сторону, действительно проявил себя как выдающийся патриот, как человек, который что-то такое серьезное сделал для России? И я таких не помню. Может, я кого-то забыл. И действительно же не зря говорят, что антикоммунизм, русофобия, близнецы-братья. Помните, Зиновьев, который был диссидент, и который, кстати, перешел обратно на нашу сторону, сказал, мы целились в коммунизм, а попали в Россию. Вы знаете, это такая сложная материя для обывателя. То есть для человека, который мыслит марксистскими категориями, категориями диалектического материализма, исторического материализма, в общем-то, ответить на этот вопрос не составляет особого труда. А вот для обывателя, который не погружен вот в эту стихию, он не видит глубинных причин этих процессов. А в чем тут дело? Понимаете, наши церебожники, я не беру в данном случае либералов, потому что они никогда не были патриотами и, более того, всегда педалировали свою отстраненность. Да, они не претендуют. Да, они всегда педалировали свою отстраненность не только от Советского Союза, но вообще от исторической России. Вообще. Для них, что Александр Невский, что Дмитрий Донской, что Сталин, Жуков и так далее, это все пустой звук. А вот для ура-патриотов или хвостных патриотов, или церебожников, их по-разному называют, там у них в сознании происходит подмена понятий, на которую в свое время указывал и Ленин, и Сталин, и многие другие. Ведь патриотизм патриотизму рознь. Патриотизм по отношению к кому? К классу, правящему классу, буржуазии, бюрократии, которая угнетает твой народ? Или к народу, который создает своим трудом материальные богатства страны? Которые обеспечивают, в том числе, способность или возможность вот этой правящей элиты жировать. Вспоминайте события Первой мировой войны и знаменитое стихотворение Маяковского. Ешь ананасы, рябчики жуй, день твой последний, приходит буржуй. Или я лучше буду подносить ананасовую воду. Понимаете? Дело в том, что у них вот это примитивное понимание патриотизма. Оно такое квасное, лоскутное. Оно у них лубочное. Вот для них атрибуты великодержавности, скипетр, держава, корона, двуглавый орел, значит, ну и так далее, и так далее. Слово «государь» как-то один наш друг написал. Ну, да, да, да. Вот это, понимаете? Вот это все ассоциируется с патриотизмом. А ведь на самом деле это никакого отношения к патриотизму подлинному, истинному, народному не имеет. Это лишь мишура, это лишь фантики, которые затуманивают мозги определенной части населения и им самим. Они ведь купаются в этом. Ведь не случайно среди них очень много ряженых. Понимаете? Не случайно они сами для себя организовывают какие-то балы, какие-то приемы. Не случайно они шьют себе камзолы, мундиры с ипалетами, ну и так далее, и так далее. Все это у нормальных людей, естественно, вызывает умору, а они нет. Для них это все... Поэтому, по большому счету, истинным подлинным патриотом может быть только тот человек, который, отстаивая суверенитет собственной страны, вместе с тем отстаивает суверенитет и право народа, трудового народа на достойную жизнь. Чтобы работающий человек не был нищим. Чтобы каждый человек, у которого есть способности к труду и к творчеству, мог их спокойно реализовать. Чтобы каждый человек имел хотя бы доступный набор материальных благ. Чтобы он не нищенствовал. Чтобы он мог прокормить себя, свою семью, своих детей. Чтобы он мог дать им бесплатное образование, обеспечить бесплатные медицины и так далее. Вот это и есть подлинный патриотизм. Который не нуждается, заметьте, ни в каких атрибутах и фантиках. Потому что люди, людей ты не обманешь, люди увидят, что вот это государство, которое заботится о них и заботится о их потомстве, их настоящее родное государство, и убеждать их стать на защиту такого государства, трудную годину, не надо. Мороз Асланович, Владимир Владимирович Путин в очередной раз заявил, что Ленин был как раз революционером, а не государственником. И сразу экспозиция в Ленинском центре в Ульяновске была скорректирована. Показывают больше Ленина в частной жизни. Но мне это все напоминает историю с Рокфеллером. Помните, из Диего Ривьеры, когда Рокфеллер приказал Диего Ривьере замазать Ленина на картине. На картине, кстати, «Человек, управляющий вселенной», а Диего Ривьера отказался это сделать. И это считается в мире классическим образцом свободы творчества. Я к чему? Ленин – это всемирный, прости господи, бренд. Ленин и Гагарин. Их знают везде. И оба были русскими, оба были коммунистами. Вот на ваш взгляд, зачем отрывать Ленина от истории Советского Союза? Хотя это как раз, вот как и Гагарин, наиболее воспринимаемая в мире личность. Да, ну вопрос очень интересный, конечно. Здесь могут состояться дальнейшие попытки принять Владимира Владимировича в коммунистическую партию. Мне кажется, что этот человек, который отстаивает интересы, понятно, какого класса. И этот класс, любовь ко всему советскому уж точно не питает. И не питает не просто так, потому что это образ. Это образ не прошлого, а образ будущего. И, соответственно, они ведь пользуются формулой, которая уже разработана была идеологами перестройки. Если я не ошибаюсь, это Яковлевская формула. Они били по Сталину авторитетом Ленина. А если получится, эта формула пройдет, значит, ударим по Ленину авторитетом Плехановой и социал-демократией. Если получится, ударим, значит, по социал-демократии и революционизму. Да, по революционизму вообще ударим. Общечеловеческими ценностями. Да, абсолютно верно. То есть, потреблядством, что такое в их представлении общечеловеческие ценности? Потреблядством, распущенность и так называемой мнимой свободы личности. Вот и все. Ну да, они подхватили эту формулу, начинают ее успешно развивать. Теперь они бьют наоборот авторитетом Сталина по Ленину. Пытаются их оторвать, хотя Сталин сам уже и делами, и словами говорил, что он является, собственно говоря, учеником Ленина, верным ленинцем. Конечно. И вообще, в целом, из Сталина пытаются... Сталина же тоже там ревизия определенная происходит. Они увидели, промониторили, посмотрели. Помните этот проект в 2008 году был «Имя России?» Конечно, помню. Когда они вынуждены были там подкручивать, увидели, кто есть кто на самом деле. Они это все дело хорошенько проанализировали и перестали бороться со Сталином. Они теперь берут его, показывают государственникам, такой сильная рука, значит. Его геополитические успехи даже рекламируют. Но при этом опускают все те демократические ценности, которые во время Сталина, собственно говоря, получил советский народ. Они опускают экономическое чудо, которое произошло во время Сталина, индустриализацию. А что касается Ленина, ну это же абсолютнейший... Ну это пурга, извините меня. Эта пурга рассчитана на людей, которые абсолютно не интересуются историей. Почему Ленин не государственник? Потому что он уже возглавил, собственно говоря, разваленное абсолютное государство, которое спас его. А почему тогда, допустим, офицеры царской армии перешли на сторону большевиков и Ленина? Ведь они же четко говорили, что среди вот всей этой массы политиков, которые в то время были, они именно в Ленине видели государственника. Напомню, две трети офицеров царской армии оказались потом в красной. Да, потому что увидели в Ленине государственника, в том числе генерал Бруссилов. Слушайте, вот удивительная вещь. Значит, все знают, что Ленин был не только вождем мирового пролетариата, создателем большевистской партии, но и создателем первого в мире государства рабочих крестьян. То есть, как можно человека, который создал огромное государство, причем не в тепличных условиях, а создал его в горниле гражданской войны, называть негосударственником? Но мне и богу непонятно. И потом, понятие революционера и государственника, они вообще-то не противоречат друг другу. Это диалектическое единство. Извините, а Наполеон, который создавал наполеоновскую Францию, империю, он что, не был революционером? А Кромвель, который создавал свое государство, он не был революционером? То есть, здесь надо понимать любую историческую личность в этом диалектическом единстве. И противоположности, и все-таки оценивать конкретные исторические деяния таких людей. Настоящий революционер не может не быть государственником. Но здесь, понимаете, здесь я хотел к ключевому тезису. Дело в том, что мы пытаемся... Они все с точки зрения своего класса делают правильно. Они не воспринимают Ленина как историческую личность. Они воспринимают Ленина как политическую фигуру. Несмотря на то, что Ленин ушел из жизни, но наследие его настолько великое, что до сегодняшнего дня Ленин воспринимается как политическая фигура. Вот у нас есть прекрасный лозунг. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жив. И они очень хорошо усвоили этот тезис. И можно сказать, что они с ними боролись, борются и будут бороться. И в этом нет ничего противоестественного с точки зрения их класса. Самое-то главное, что, послушайте, они вот борются с Лениным, Сталином и так далее. Да чего же были масштабные личности, что они никак не могут с мертвецами одолеть мертвецов. Которые им уже не могут ответить. Слушайте, вы столько лет с ними боретесь. Но вы что, не видите всю бесперспективность своей борьбы, что ли? Да. Евгений Юрьевич, спасибо вам за участие в нашей программе. И будем рады видеть вас снова. Но, Сергей Станиславович, вот эта потребительская группа, это не больше, не меньше, как фактически пятая колонна в нашей стране. Вольная, невольная, может быть, иногда невольная. Но в основном, конечно, очень даже вольная. Это огромная опасность. Потому что она сейчас давит на нашу власть и принуждает ее к договорнику, к переговорам. Которые в будущем, я так понимаю, закончатся еще новой, еще более страшной войной. И мы говорили о том, что треть общества, она, в общем-то, готова, лишь бы ради собственного комфорта, готова пожертвовать чем угодно. На ваш взгляд, насколько это велика опасность для России? И вообще, что будет, если эти настроения опять возьмут верх, и мы опять, каким-то образом, естественно, на пораженческих условиях договоримся с Западом? Опасность колоссальная. Но ведь посмотрите, почему власти, ведь некоторые люди патриотических взглядов удивляются. Что за странная ситуация? С одной стороны, идут кровопролитные бои, вот там, несколько сотен километров от той же Москвы. Кровопролитные бои, потери, жертвы, катастрофы, там, затапливают. Ну, война идет, давайте говорить откровенно. Это уже никакая не спецоперация, это полномасштабная военная кампания. Со стороны Запада это гибридная война против России. Здесь, как бы, это никакая не спецоперация, это глобальный процесс. А в нескольких сотнях километров, в той же Москве, в других крупных городах, идет такая мирная, размеренная жизнь, развлечения, концерты, вечеринки, салюты. Ну, как-то власти где-то, да, чуть пытаются, вроде, скромнее себя вести, но все равно это прорывается. Какие-то там спортивные состязания. То есть, нету ощущения, что действительно страна мобилизована. И власти эту раздвоенность сознательно поддерживают. Потому что вся экономическая модель как раз и построена на культе потребления. Если это убрать, тогда перестанет работать эта система, которая обогащает олигархов. Вот в чем сегодня как раз главная претензия левых сил к действующей власти. Вы уже определяетесь, это идет уже второй год ситуации. Невозможно вот сидеть на двух стульях, невозможно, чтобы реально общество мобилизовалось. Власть должна показать, что настало другое время. Самим надо поменять, всех своих детишек, родственников. В идеале они должны сейчас идти на обучение в спеццентре, отправляться на спецоперацию, как было в годы Великой Отечественной войны. Ну, если позволять здоровье там и как бы... У всего руководства дети воевали, в нем люди погибали. Естественно, крупный бизнес то же самое. А то, извините, вы простого российского мужика зовете рисковать жизнью, а ваши детки где-то в Дубае отдыхают, в Таиланде пляшут, развлекаются, все здорово. На какие деньги, извините, откуда деньжата? Так невозможно дальше продолжать? Урежьте себе доходы, зарплаты, покажите это людям, введите прогрессивные налоги. Это поразительно. Сколько лет оппозиция левой силы предлагает введите прогрессивные налоги. Более чем в 100 странах мира это действует. И все собирается, все нормально. Наше правительство продолжает заявлять, это неэффективно, мы не сможем собирать. Все уйдут в тень. Как же в других странах это происходит? Там что, неадекватные люди живут? Это поразительно сегодня. Вот были последние данные исследования. У нас по ставке налога, да, самые-самые мизерные показатели на ставке налога на сверхдоходы. Одни из самых низких в мире. Но зато с минимального размера оплаты труда берут налог. У нас вот эти нищенские, там сколько там, то 14 было, сейчас 16, по-моему. Но это все равно копейки, это гроши по нынешним ценам. И даже с этого берут налог. А потому что этих людей много. Вот пока эта ситуация будет продолжаться, ну действительно, как здесь можно говорить о полноценной победе? И вот это потребительское сознание, культ потребления, он будет подталкивать и обывателя, и многих представителей властных кругов, конечно, к договорнику, к поражению, к сдаче позиций, лишь бы вернуться в прежнее состояние такой вот роскошной, вольготной жизни, когда можно ездить на Запад, тратить там украденные часто у своего же народа денежки, скупать там недвижимость и прочие предметы роскоши. Вот с этим надо что-то делать. И мы говорим уже не первые месяцы. Граждане в Кремле, или вы делайте. Если вы не делаете, дайте тогда другие люди этим займутся. Иначе вот это сидение на двух стульях, оно ведет Россию к катастрофе. Эти стулья разъедутся. Они уже разъезжаются. Да, Вардан Иванович, марксистская теория, она дает ответы на многие вопросы. И антикоммунизм, и вытекающая из него русофобия, они сейчас выглядят вот как на коровье седло, когда мы действительно сражаемся за русский мир, а русский мир достиг своего пика, своего расцвета как раз именно при социализме. И большинство населения эти левые взгляды разделяет. Как это противоречие может разрешиться между бытием и вот этой агрессивной антикоммунистической пропагандой? В концепции цивилизации о этой цивилизации судят по апогею. Да, это от Шпендлера пошел от Тойнбе. Вот есть апогеи достигнутые, и по этому апогею можно судить о цивилизации. И в этом смысле апогей развития русской цивилизации, он пришелся на 20 век. Он пришелся на советский период. И в этом смысле русский равно советский. Если мы используем вот этот самый цивилизационный анализ. Потому что ясно, что на советский пришелся вот этот апогей развития. И действительно, ведь не случайно, что именно на российской основе удалось реализовать советский проект. И общинное сознание, и идея черного передела, как бы переустройства, которое взяла одна из организаций народнических, как известно. То есть черный передел – это передел собственности, это в крестьянском менталитете сидело. И в этом смысле соединение русского и советского марксистского – это создало то уникальное явление, которое, в общем-то, перевернуло мир. И в этом отношении важно зафиксировать ту позицию, что антисоветизм и антисоветское – оно есть и антирусское. Антисоветское фактически означает и антирусское. И тот, кто заявляет, что мы за русский мир, но против советского, не надо им верить. Они и против русского. Амар Астасланович, говорят, что история – это пропаганда, просто направленная по времени. И историю сегодня пишут политики, и у них часто нет не то, что даже опыта, знаний, а нет желания, нет даже какого-то стратегического мышления, чтобы понять грандиозность советского опыта. Они… Общее место стало. Не понимаем, что двигало этими людьми. Они не понимают искренне, что двигало этими людьми. Что с этим делать? Историческая память сохраняется фактически в обществе. А потеряв историческую память, мы потеряем себя, потеряем будущее. Вот в вашем вопросе он уже и ответ заложен одновременно. Наверное, вот уже десятки лет я еще под столом ходил, об этом коммунистическая партия Российской Федерации заявляла, да, лидеры наши, товарищи. И до сегодняшнего дня мы каждый день повторяем этот тезис о сохранении исторической памяти. И вопрос заключается в том, что сейчас это приобретает гораздо серьезнее масштабы. Вот сейчас говорили о том, что каждый русофоб, он является… Каждый антисоветчик – это русофоб, каждый русофоб – антисоветчик. Мы, когда вот даже мы сегодня очень много говорили про военную операцию в Украине, да, мы очень часто говорим про бандеровщину, про фашизм и так далее, и так далее. Мне кажется, что сегодня наша основная задача людей, которые находятся в тылу, а мы с вами находимся в тылу, да, бороться, я могу так сказать, русофоб равно антисоветчик, равно бандеровец, равно фашист, это все равно. Если мы с вами не будем бороться в тылу, как с самыми настоящими врагами, вот с русофобией, с антисоветизмом, ничего хорошего нас впереди не ожидает. Это факт, это нужно понять. Вот у вас, вот у телеканала «Красная линия» есть очень хороший фильм, он называется «Эти». Это как раз таки вот фильм про тех людей, которые, ну, сегодня вынуждены были уехать там из страны, да, там оказались где-то, кто-то малодушен остался, кто-то панике поддался, кто-то по идеологическим соображениям, он либерал, он просто ненавидит вот все, да, там. И вот эти люди, эти люди, они приедут, у меня такое ощущение, что вот то, что сделал Песков с рукой Примадонны, то же самое власть попробует сделать с этими людьми, она им поцелует ручку, к сожалению, все идет оно к тому. И скажет, как мы рады вас видеть. Да, мы рады вас видеть. А эти люди, они очень сильно озлоблены, они нас ненавидят, они ненавидят коммунистов, они нас назначили виновными за то, что они уехали почему-то, не знаю. И вот из всего этого дела нужно, конечно же, делать срочные выводы. Если наша власть не опомнится, как бы это, не знаю, не звучало, да, может, все время говорим, не опомнится, пока что не опомнилась, да, то пойдут крайне сложные в стране процессы, это нужно понимать. Наблюдая нынешнюю турбулентность, можно сказать, что советский опыт, это не просто опыт спасения России, а это опыт спасения всего мира. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова